приветствую всех зрителей моего канала меня зовут марина и сейчас у нас будет интересное видео как я надеюсь у нас будет видео с итогами прошедшего сезона с итогами лета вас встречает мой ангел море который в этом году вместе с другими работами таким не море навещивал причем целых два раза за что ему большое спасибо и это означает что мы начинаем смотреть мои финиши и мои процессы лета процессов было много из финишей в основном у нас миниатюрки так что начнем мы у нас будет три основных блока я обычно в последнее время именно так и делаю начинаем с финишей миниатюрок потом переходим к финишам большим работам а потом переходим к процессам которые я вышивала вышила там достаточно много но пока что не закончила мне кажется что лично для себя я выбрала показывать в итогах и процессы также потому что в некоторых процессах выше то там по 10 по 15 тысяч крестиков и мне кажется это достойно того чтобы показать эту работу тоже в итогах несмотря на то что она не закончена но я же трудилась до дней и если бы эти крестики были в какой-то другой работе то это была бы готовая работа в общем миниатюрки большие работы и процессы начиная мы уже традиционно с ангелов от евгении користиковой их у меня летом было 7 в июне у меня было три ангела и в июле и августе по 2 первый это ангел морской вы его видите у нас сегодня солнце хотя с утра был дождь у меня сегодня 1 сентября так что это самые самые такие что не на есть правдивые итоги за сегодняшний день я еще ничего на вышивать не успела вот так вот выглядит ангел морской здесь у него такой кит это был ангел июня потом также ангелами июня был были ангел детства и ангел медицины по ним по всем есть отдельное видео то есть отдельное видео по вот этим вот прям потом отдельное видео по ангелам июля это был ангел прованса такой вот с бокалом вина и ангел тропический с таким красивым ананасиком так как-то так закругляемся и ангелы августа законченные буквально позавчера кажется это арбузный ангел который со мной ездил в отпуск прекрасно вышивался на пляже просто превосходный пляжный процесс вот это все красное это все одним цветом вообще вышивалась шикарно и последний это у нас ангел медовый достаточно трудозатратный ангел здесь у нас металликом соты на крылышках смотрите как они переливаются здесь у нас вот такой вот бантик я завязала на баночке выкладной нитью в общем достаточно трудозатратный опять же но очень красивый ангел вот такие вот 7 ангелов появились у меня за это лето следующее это была волшебная страна от волшебной страны я так посмотрю а нет несколько не одни одна работа от волшебной страны у меня вышелся вот такой вот чехол для ножниц я его очень быстро вышла буквально по моему за один вечер да я его вышла за один вечер я помню прекрасный вечер в общем я вот так вот между делом между делом вышла этот чехол настолько все легко пошло кстати это была первая моя в этом году работа несмотря на то что он был вышел по моему в июле это была первая моя работа в этом году по бумажной схеме вот так вот вот так вот но очень простая очень приятная так хорошо вышивалась на вот этой вот искусственной кожи вот так все это выглядит с другой стороны сюда закладываются ножнички и кроме того что мы я по моему да у меня было по нему отдельное видео потому что я показывала как я его сшивала так что если вы хотите вышить себе подобный какой-то чехольчик от волшебной страны у меня есть видео о том как его сшить так по моему нам нужно увеличивать размер кадра так то лучше мне кажется правда постоянно на нас будет надвигаться тень но мы от нее будем убегать в общем от волшебной страны до у меня был вышел чехольчик и также у меня от волшебной страны вышелись три брелка тоже на перфорированной коже искусственной вот это один из них он у меня еще пока что не подарен эти все три белка у меня вышивались тоже в отпуске в турции на пляже прекрасный пляжный процесс опять же ну я думаю не стоит говорить что он компактный потому что это и так понятно опять же по бумажной схеме очень это все было удобно не нужно телефон на солнце перегревать вышивая саги поэтому вот в данном конкретном случае это было очень кстати вот такое вот да я его ношу себя на ключах потому что я внутрь него вшила магнитный такой ключик от домофона видите он получился такой пухленький в отличие от вот этого этот такой плоский этот пухленький за счет того что там этот ключик внутри но очень классно получилось и честно мне игра тебе не жалко нет мне вообще не жалко потому что каждый раз заходя в подъезд когда я его прикладываю кстати работает через эту заготовку все нормально когда я его прикладываю к замку я каждый раз им любуюсь вот я каждый раз задерживаю свой взгляд на нем поэтому очень сильно советую у кого такой же формы вот эти ключики от замков у меня такая каплевидная была или кругленькая когда если у вас то я советую таким образом его применять потому что действительно каждый день можно им любоваться и был еще один чуть искал магнитик ну да в моем случае это практически магнитик был еще один такой брелок с кошечкой и их было три но с кошечкой я уже подарила так что сейчас показываю вам фотографию вот так вот он выглядел от волшебной страны это вроде было все переходим к фирме фрузилок она у меня была представлена этим летом целыми четырьмя финишами первый финиш это около 7 вот такие вот две вышивки они являются такими конечными деталями в городке от фрузилка видите у них нет штрюков вот с боков соответственно это вот они ставятся и это начало и конец здесь вот такие вот лапки здесь тоже лапки и здесь вот указатель город фрузилок стрелочка туда за этой детали выстраивается весь город и вот это вот конец только что отсоединила от своего городка у меня если честно уже городок все мне уже одна деталь влезет максимум и в том месте где они у меня стоят у меня уже ничего не поместится я не знаю что ли как на выставке второй ряд выставлять уже реально не помещаются они у меня еще один финиш также у меня вышивался он по моему не на отдыхе но дошивался на отдыхе я помню я пришивала пайетки в турции среди ночи потому что я хотела сфотографировать на берегу моря и очень красиво у меня получилось фотографии это вот такая вот русалка вот фрузилка смотрите какое у нее украшение пайетки блестят красота вот такая вот у меня есть работа летняя и также от фрузилка я вышила лошадку клубничку вот так она выглядит в будущей вышивальной неделе вы увидите как я ее доделывала основная проблема у меня здесь была в лэйзи дэйзи но я их победила да я их победила и у меня появилась вот такая вот лошадка даже не знаю как ее положить ну вроде вроде лежит еще один финиш еще одна работа которая у меня вышивалась в поездке это белоснежка это вот такая вот конфета от алены кошкиной отдельное видео по этой конфете вы еще также не видели увидите через несколько дней а я ее сшила я вчера занималась сшиванием вот так вот она выглядит с другой стороны и вроде как все симпатично если я я просто знаю с каких ракурсов вам ее показывать поэтому симпатично в общем идея очень интересная она действительно похожа на очень большую вафельную конфету из нашего детства да прям кажется сейчас развернешь а там вафелька в шоколаде но у меня возникли проблемы с ее сборкой я допустила несколько ошибок а понять что это ошибки можно было соответственно исключительно на своем горьком опыте что я и сделала поэтому да расскажу все покажу и расскажу в отдельном видео но вот такая вот конфета у меня получилась вообще в этой вышивальной неделе вы тоже увидите в общем все мои расстройства по этому поводу я хочу вышить еще одну конфету не такую же самую какую-нибудь другую я уже себе даже выбрала и хочу ее собрать по-другому то есть ну принцип сборки понятно будет такой же в конфету но несколько иначе ее собрать потому что ну вот а то она так отбрасывает тень как будто оно еще более кривое чем оно кривое на самом деле вот так вот выглядит у нас низ так выглядит верх несколько ошибок тут было мною допущено но это первая моя работа из подобной серии первый шарик от ринкази знаете ли тоже у меня был не образец аккуратности поэтому жизненный опыт нарабатывается тяжело и я его успешно наработала вчера так что ждите отдельное видео там все обязательно об этом будет и также как раз смотрите у нас осталось место как раз на полтора финиша почему полтора сейчас расскажу традиционная уже для меня вышивка это лисичка от анны петуновой я вышивала зимнюю я вышивала весеннюю все эти лисички уходят в подарок одному и тому же человеку и я вышила летнюю летняя лисичка от анны петуновой конечно солнце жарит я понимаю но не знаю даже чем помочь потому что в тень я задвинуться к сожалению не могу и очень мало мы туда с вами не влезем в общем вот такая вот лисичка от анны петуновой она как вы видите еще не собрана то есть у меня уже натянута передняя задняя часть вот так это будет выглядеть вчера натягивала но не могу определиться со шнурком поэтому еще не собирала вот эти две половины но работа почти готова почти почти как обычно достаточно сложная как все эти лисички от анны петуновой часто меняется нитка много таких разбросанных крестиков но я уже не могла понятное дело остановиться потому что эта серия а серию нужно продолжать у нас осталось всего одна лисичка сегодня у меня 1 сентября я прям перегружаю постоянно страницу в анны петуновой в instagram потому что предыдущих лисичек она выкладывала как раз первого числа 1 декабря 1 марта 1 июня и вот жду осеннюю только что перегрузила опять страницу нет пока нет осенней лисы но я надеюсь что все таки она нас порадует этим зверем и я буду вышивать по крайней мере в планы я ее собираюсь ставить мне сегодня складывать мои планы и я поставлю туда лисичку даже если ее еще не будет я надеюсь что все таки она выйдет и последний финиш этого лета почему я сказала что у меня два с половиной финиша почему половина потому что у меня есть вот такой вот набор от жир птицы цветочная симфония он у меня вышивался весной вышивался летом оказались не такие простые эти магниты как хотелось бы наверное они достаточно кропотливые и у меня вышелось 1 1 работа вот так вот она выглядит начала еще одну но покажу вам уже когда будем говорить о процессах но в общем у меня этот набор за лето продвинулся с 12 до почти 42 процентов то есть значительно продвинулся но из этой серии к сожалению у меня пока что только один финиш этот не оформленный вот такие вот у меня были миниатюрки лето по моему это все это все миниатюрное что у меня понавышевалась много безусловно много всего гораздо больше чем больших финишей но причиной всему тому является лето много вышивки на вышивалась именно в отпуске в одном в другом в поездке белоснежка у меня практически вся вышилась доделывалась русалка у меня вышивался арбузный ангел у меня вышивались вот эти вот три брелка ну в общем не так и много короче говоря упали у меня темпы давайте смотреть правде в глаза упали у меня темпы вышивальные за лето я расскажу в конце видео на сколько крестиков я планировала и сколько крестиков у меня в итоге вышло за сезон о немножко солнце заходит как-то так все повеселее давайте я вам покажу еще раз лисичку потому что как-то она очень уж была засвечена вот мне кажется сейчас немножко лучше видно и также покажу вам коллажи мои надо их принести покажу вам что же еще планировалось но к сожалению не вышивалась так сейчас я это все уберу и перейдем с вами к большим финишам летом приступаем с вами к большим работам и их всего было три три финиша у меня среди больших работ и первым является заготовка от евгении колесниковой которая называется мыс а я почему у меня эта работа попала в разряд больших потому что там около 4000 крестиков поэтому как-то у меня не повернулся язык назвать ее миниатюрка и поставить ее в один ряд с ангелами или с я не знаю теми же самыми от волшебной страны магнитиками магнитиками брелками в один вложила ключ от замка и теперь называю их постоянно магнитами в общем не повернулась у меня ручка записать эту работу в миниатюрке поэтому будем считать что большая работа на 4000 крестиков мыса я вот евгений колесниковой красивая окрашенная заготовка очень приятные цвета такое небо самых мыс такой интересный элемент воздушный шарик который пришивался сверху то есть вышивался отдельный пришивался сверху очень кстати было удобно а такая разборная конструкция когда ты вышиваешь где-то в одном месте вот основную работу я и укрепила к станку амур на держатель для пялец то есть там просто вот такой вот плоский держатель которую так вот зажимает я сюда подкладывала кусочек фетра на всякий случай и нормально вышила прекрасно вышивала в две руки а вот этот вот в отстегивающийся элемент я брала с собой тоже куда-то когда куда-то шла взяла себе спокойно он маленький вышила потом пришла пришила и отлично с другой стороны это пока что выглядит вот так здесь еще нужно закрыть задник но как видите здесь есть дырочка все это дело можно повесить на стенку так что мой первый большой финиш лета это мыс а я второй мой большой финиш лета это вот такая вот работа cross wing collection фирма это калибри 2005 года я ее так и называла на самом деле наверное называется вот энна с хамминберд но я ее называла просто калибри 2005 года и в последние дни лета у меня эта работа закончилась я с удивлением обнаружила что если я сделаю рывок то я смогу ее закончить я сделала рывок как вы понимаете и вот такая вот работа у меня появилась тоже назвать ее большой если честно ну так то еле язык поворачивается но попала на у меня в разряд больших опять же не хотелось ее сравнивать с какой-то уж совсем миниатюркой такая вот красивая калибри надпись здесь вышивается маленькими крестиками петитными в два сложения внизу там где должно было быть 2005 вот вы видите я заменила на 2021 это по сути первая наверное моя в жизни работа где я поставила год вот реально первая работа я никогда нигде не ставила не инициалы не не год вот это первый подобный случай и третий финиш самый большой финиш такая серьезная работа сейчас я посмотрю сколько там было по крестикам почти 12 с половиной тысяч крестиков было в этой работе не знаю как сейчас подвинуть все остальное потому что в кадр влетает просто моя королева финишей ушедшего лета это розы от инны пешковой даже не знаю как как просто их поместить всех вместе конечно калибре меня удивило количество ткани вот этой вот запасов посмотрите посмотрите какие огромные запасы ткани я померила по 9 с половиной сантиметров с каждой стороны я кстати забыла это сказать в отдельном видео обещала сказать только что поняла что забыла до 9 с половиной сантиметров оставили оставил нам производитель в качестве запаса конечно спасибо но я не подумала об этом заранее реально на этой ткани можно было бы две таких калибре вышить запросто в общем ладно придется по моему калибре немножко таки потеснить куда-то в уголок потому что вот они розы от инны пешковой моя птичка моя самая большая работа работа сложная потому что в ней было опять же да я говорю 12 с половиной тысяч крестиков но это не самая главная проблема я хочу сказать вообще не проблема знаете где была проблема проблема была в том что в этой работе все больше 60 цветов если не изменяет память 16 цветов полукреста видите его вот его 16 цветов по этой птичке тоже в ближайшие дни выйдет видео она уже готова уже даже залиты на канал ждет своей очереди у меня там уже очередь выстроилась так что если всему всю неделю буду радовать вас видео надеюсь радовать в общем и бленда были также бленды кроме чистых вот этих больше 60 цветов были еще и бленды и соответственно сложно вышивалась работа но я тоже в какой-то момент поняла что я на нее так немножко налегала я понимала что это одна из самых сложных моих работ которые у меня сейчас идет поэтому я и уделяла достаточно много внимания и в конце лета когда я поняла что у меня нет ни одного большого финиша я посмотрела прикинула и поняла что если я постараюсь то я смогу закончить работу и в общем я ее и закончила ждите видео в ближайшие дни будет и советую вам его посмотреть даже тем кто не любит смотреть отдельное видео по конкретным процессам потому что там в конце этого видео я показываю вместе эту птичку и птичку с ирисами из этой же серии которые я вышивала в том году меня немножко смутил один цвет бэкстича в этой птичке и меня заинтересовало было ли также в той я пошла за ней я положила ее в кадр и хочу вам сказать по секрету всему свету что смотрится это потрясающе у меня там просто была такая драматическая пауза потому что я их положила я на них вместе посмотрела и поняла какая же это красота она реально стоит тех усилий которые были затрачены на этот процесс и да со всем пониманием со всей ответственностью с осознанием того что это будет сложно я отдаю себе отчет в том что я еще вышью ни одну птичку из этой серии скорее всего как минимум две если не три и потом я их хочу оформить как-то более-менее похоже либо в похожие рамы либо в одинаковые рамы разных цветов либо может быть в одинаковые рамы с разными паспорту короче как-то покрутить но все-таки серию хочется оформлять как-то вот похоже поэтому вот так вот то у нас солнце то у нас тучи давайте воспользуюсь случаем я как это капитал шоу поле чудес пользуюсь случаем хочу передать привет пользуюсь случаем хочу еще раз показать вам лисичку может быть вы сможете ее еще лучше рассмотреть потому что какая-то уже на совсем вам бледная передается но бледная как и не знаю что вот сейчас более-менее надеюсь третьей попытки лисичка все-таки сможет достойно предстать и кстати я еще не досняла по ней отдельное видео я уже немножко запуталась в том что мне нужно снимать но пока и не досниму потому что она опять же не дооформлена кстати я тоже рассказывала вышивальной недели я заказала себе на алиэкспресс огромное количество тканей для оформления пин кипов вышивальные недели я сказала что я даже не решусь сказать какое количество ткани я заказала я заказала отрезы 25 на 25 сантиметров такие квадратики вот эта ткань у меня как раз с такого же отреза с набора с алиэкспресс который я давно покупала это было то что максимально было похоже то что максимально подходило к этой работе к сожалению ничего более похожего я не нашла и меня очень раздражает откровенно говоря этот момент когда я мне нужно что-то оформить да если ты оформляешь сейчас пошло ответвление немножко от итогов сезона когда ты оформляешь большой какой-то набор игрушек как например игрушки от дименшинс их обычно по 6 штук ты конкретно под эти игрушки выбираешь заказываешь покупаешь ткань ну если у тебя дома нет какого-то большого подходящего отреза под все свои игрушки дименшинс я покупала ткань покупала шнурок заранее то есть это такой достаточно большой процесс когда ты вышиваешь один-два пин кипчика когда это не серия игрушек тебе хочется чтобы у тебя была дома ткань вот этот вот мысюпусенький отрезик тебе не хочется ради этого делать заказ искать эту ткань делать заказ платить за доставку на почте то есть это абсолютно какие-то лишние телодвижения и поэтому хочется вот хотя бы маленьких таких вот кусочков но много иметь дома для того чтобы вот в таких вот случаях можно было выбрать достойную ткань и когда несколько дней назад я поняла что опять же мне нужно оформлять лисичку а мне нечем предыдущий раз я столкнулась таким с зимней лисичкой я заказывала ткани специально для нее и заказала тоже там психанула заказала много зимних тканей разных для весенней лисички я также специально заказывала ткань потому что у меня ничего не было для это я как-то смогла подобрать но для последующих и для осенней думаю там что-то найдется и для других пин кипов которые я буду вышивать я заказала на алиэкспресс ткани я надеюсь что они до меня дойдут их уже отправили я посчитала вчера там они идут наборами по 7 по 8 штук я посчитала вчера сколько кусочков ткани ко мне в общем и целом едет и я досчитала 122 кусочка вот так вот и тогда с такой со мной такое происходит но в общем цены там достаточно вменяемые я надеюсь что все нормально до меня дойдет я все это смогу показать и надеюсь что в ближайшем будущем а очень хочется верить что в очень таком большом промежутке будущего не нужно мне будет для таких вот единичных маленьких работ мучиться где-то искать бежать покупать ткань где-то с протяной рукой бежать к подругам и говорить отрежь мне кусочек у меня ничего нет я надеюсь что эту проблему я все-таки решила так лисичка наконец-то третий раз из кадра удаляются и вот они мои три больших если можно их так назвать три больших финиша лето птичья тема да хорошо представлена была этим летом и давайте сейчас с вами перейдем к тем работам их было достаточно много которые вышивались но к сожалению до конца не вышитый но некоторые уже практически дошли до середины хотела я показать алмазную мозаику в конце но потом решила что ладно пожалуй я с этого начну алмазная мозаика специи от торговой марки алмазная мозаика вот так она у меня выглядела в конце весны и вот так она у меня выглядит сейчас она у меня выложилась вот до такого ровно состояния за лето причем достаточно быстро буквально за неделю я вот этот вот весь объем выложила и потом как-то уже было не до нее я уехала на дачу с собой я ее не брала потому что это было бы неудобно у меня там нет стола где можно было бы выкладывать в общем я ее оставила дома я думала что я буду приезжать иногда домой с ночевкой и и выкладывать но те редкие дни когда я приезжала домой с ночевкой я брала с собой вышивку потому что на тот момент мои вышивальные планы уже просто трещали по швам я понимала что все плохо и я не могу себе позволить там один вечер не повышевать потому что все будет совсем плохо а тем более по вечерам и и выкладывать не очень приятно здесь вот этот вот достаточно блестящий липкий слой когда ты ставишь над мозаикой лампу это все начинает этот слой липкий начинает отблескивать если открыть видите он блестит этот липкий слой поэтому вот так вот выглядит моя алмазная мозаика вот это вот то что вы видите черным да немножко другими цветами это истерическая позавчерашняя попытка на выложить хоть какой-то приличный кусок но я выложила вот это поняла что я ее не закончу смотри правде в глаза не закончишь ты ее до съемки итогов которые через два дня поэтому я ее отложила и в общем как то вот так вот но я придется опять ставить ее в планы уже на осень ну а что осенние цвета в принципе я надеюсь что все таки осенью она у меня наконец-то закончится я потружусь и она закончится следующий процесс я думаю вообще в излишних представлениях не нуждается потому что это мой долгоиграющий причем по собственной воле долгоиграющий процесс лебединый замок от фирмы юнона я вышиваю его с начала года с января по 4000 крестиков каждый месяц посмотрите пожалуйста как он выглядел у меня в конце весны у меня в нем было 43 процента и сейчас у меня в нем 66 процентов да сейчас выше то уже 66 процентов хорошо и над ним потрудилась за три летних месяца принципе мне очень нравится как это сейчас выглядит и осталось здесь не так и много мне у меня очень радует что на осень на зиму я себе оставила не сложные участки здесь небо вообще все одним цветом зашивается так что я думаю что я свои 4000 крестиков буду делать достаточно легко следующая безумно любимая мною работа это мой садовый сэплер или garden favorites от dimensions это раритетный набор 90 года от dimensions он был моей летней недели стартов и продвинулся он у меня от старта до целых сорока семи процентов то есть у меня в этом сэплере практически половина выше там а если брать сюжеты то здесь вышито даже больше половины потому что у меня не вышит и всего четыре верхних сюжета и верхняя часть вот такой вот большой кусок у меня вышит описать какое удовольствие я получала от вышивки этого процесса я вам даже не смогу вот как бы я сейчас не распиналась как бы я не призывала свое красноречие на помощь но нет я думаю что у меня не получится это сделать потому что это потрясающий процесс он настолько легко вышивается настолько быстро появляются вот эти вот отдельные сюжеты это такое удовольствие когда ты сел и ты в конце дня там видишь что у тебя появился уже какой-то сюжетик такой нормальный отдельный ткань мне очень нравится какую я сюда подобрала ткань хотя подбирала я ее накануне выставки handmade expo на стенде фрузилка находилась я при этом в условной адекватности как обычно перед выставкой судя по всему таня которая помогала мне подбирать эту ткань была приблизительно такого же состояния потому что когда я летом приступила к этому процессу полезла за тканью помню что я выбрала и приобрела ткань и обнаружила там лен винтажный а до этого одни отношения со льном складывались очень не очень и когда я обнаружила там лен я просто написала тане и говорю тая как вот как как ты позволила этому произойти я переживала я боялась что мне не пойдет работа потому что у меня был опыт зимы в деревне вот и екатерины мешковой на 30 каунте льна французского tea free где у меня достаточно сложно шла работа но все мои сомнения развеялись когда я начала этот процесс здесь лен кэшел это 28 каунт он крупный все эти дырочки прекрасно видно мне кажется это расцветка наилучшим образом сочетается с данным дизайном лен такой винтажный набор такой винтажный здесь будет квадратичный бэк здесь опять же достаточно опять же давайте смотреть правде в глаза примитивные такие сюжетики с большими участками зашивки одним цветом на как на вот этих вот тюльпанах например то есть сочетание мне кажется вот просто вот 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 оно должно так было быть вот они должны были встретиться мне кажется на этой ткани работа выглядит гораздо лучше чем на вот этой вот просто белой конве которая была вложена в набор поэтому я с замиранием сердца жду того момента когда смогу снова к этой работе приступить я застопорилась на бэкстич и бэкстича здесь очень много вот здесь вот рамочка давайте я вам поближе покажу я его здесь уже очень много сделала здесь им обводится буквально каждый элемент и это я только делаю бэкстич сейчас синим цветом только синим здесь еще будет бэкстич в каждом дизайне здесь будет бэкстич здесь будут очень французские узелки поэтому здесь еще до крестиков очень много работы но я думаю что я уже на этой неделе приступлю к этому дизайну потому что я действительно по нему очень соскучилась и да очень очень хочется уже снова его повышевать следующий процесс это также процесс который у меня был в неделе стартов это the hummingbird society это тоже dimension sunset тоже раритетный набор девяносто четвертого года но набор которому пожалуй этим летом повезло меньше всех вот меньше всех несчастному повезло потому что от вот такой вот длинные панельки это разные виды калибри от вот такой вот длинные панельки у меня вышелся всего вот такой вот маленький кусочек нужно будет кстати этот дизайн переодеть на какую-то другую раму потому что у меня все рамы были на тот момент заняты и мне пришлось его на самую большую 40 на 56 она ему как вы видите мягко говоря на вырост поэтому нужно будет на какую-то раму поменьше у меня как раз после моей птички от ины пешковой освободилась нормального размера рама в общем на данный момент в этом процессе всего лишь 6 и 3 процента 6 процентов что виной тому рассказывала в предыдущей вышивальной неделе виной тому мелкая ткань в наборе шла 18 аккаунта аида я ее белая я ее поменяла на 32 аккаунта мурана такого зеленоватого цвета кстати мне кажется что сейчас достаточно хорошо передает оттенок ткани вы видите что на зеленоватая надеюсь туда потому что до этого мне ни разу не удалось и нормально передать но вроде как я сейчас вижу что есть зеленца и предыдущая ткань вот это вот винтажный кэшел тоже очень хорошо передавались разводы обычно их практически нереально поймать для меня 32 аккаунт мелковат да я знаю что вышиваю на 50 какого-то аккаунта не через одно переплетение без лупы я очень рада за этих зорьких людей но я не отношусь к их числу к сожалению поэтому не очень мне комфортно вышивать на этой ткани плюс у меня есть найденный в сети перенабор но я нашла в нем несколько ошибок и теперь судорожно сверяюсь постоянно с бумажной схемой бумажная схема очень мелкая там очень часто бэк перекрывает значки от этого и проблемы судя по всему были у человека который эту схему перенабирал он это делал не совсем внимательно и похожие значки просто путал в общем не везет этому процессу летом но я буду переносить его планы на осень так что надеюсь что осенью у него все сложится гораздо лучше еще один мой старт также старт в неделе стартов это молнин лейк утреннее озеро от димэшнс над ним я немножко поработала здесь 18 канва вот так вот на данный момент у меня выглядит процесс и в нем выше то 38 с половиной процентов что само по себе мне кажется неплохо давайте покажу вам поближе здесь практически все вышивалось полукрестом кроме домика вернее все вышивалось полукрестом кроме домика в 3 в 4 сложения не помню было ли больше очень очень плотная зашивка но нормально хорошо идет я не строила каких-то иллюзий что процесс будет легкий потому что я уже вышивала один мини-голд и я понимаю что он не зря голд несмотря на то что мини мне кажется что это немножко заблуждение считать что при знакомстве с фирмой димэшнс вот чтобы не начинать с чего-то очень сложного лучше взять мини-голд мне кажется это не совсем так потому что мини-голд это тот же самый голд только маленького размера там обычно практически всегда 18 канва когда в большом голде может быть и 14 запросто здесь все те же самые техники как и в большом голде те же самые полукресты в большин большое сложение нитей только не на 18 каунте еще и толкаются иногда здесь у меня здесь крестики в два сложения толкаются я уже молчу а полукрестах большое количество сложений здесь те же самые техники тоже большое количество бэкстича те же самые выкладные нити бывают ну все то же самое это голд только в миниатюре поэтому если вы хотите начать вышивать димэшнс присмотритесь лучше вот каким-то вот этого вот типа работам это тоже димэшнс но это простая серия то есть здесь не написано нигде голд коллекшн они попроще там тоже есть очень красивые работы но это часто крупный каунт это чуть меньше количество цветов чуть проще сама схема поэтому мне кажется что начинать с голдов уж тем более с мини-голдов ну это мягко говоря нелегко я начинала свое знакомство с димэшнс с голда спокойствие храбрость и мудрость это была первая моя работа вышита от фирмы димэшнс но я не пуганая тогда была я знаете не знание это иногда хорошо в общем но я бы сейчас не посоветовала никому вот такого вот совершать и еще две работы которые у меня начались но не закончились одни я вам уже показала это жар птица магниты я вам показала одну готовую работу и также я приступила уже к еще одной она у меня примотана на пяльцах очень удобно вышивать двумя руками это вот этот вот верхний правый магнит и тоже уже достаточно много у меня в нем вышито и еще один мой старт из недели стартов сейчас я его попробую где-то откопать вот кстати он у меня тоже был в такой дорожной сумочке я очень люблю вот такие вот на змейке а пятого формата сумочки продаются в обычном канцелярском магазине очень удобно брать с собой вот такой вот дизайн это две калибри фирмы я так понимаю needle magic у нас hummingbirds называется две калибри у нас есть в наборе вот такие вот рамочки есть картонки на которые нужно натягивать и была канва канва она в общем то и есть но она вот такая вот в пятнах здесь линяли нитки я нитки стирала и я вышиваю тоже на таких маленьких пальцах это же такие же да такие же но я заменила ткань с 18 аиды на 32 опять же каунт и возможно это также причина почему у меня эта работа плохо идет на данный момент у меня в них 15 процентов всего вышито при том что сами по себе работки небольшие но как-то да как-то очень очень туго наверное поставлю их таких планы на осень посмотрим что получится отлично просто отлично я понимаю что компактность наше все ну как зачем в общем я очень сильно надеюсь что эти дизайны поместятся я там что-то мерила как-то мерила то есть вот здесь еще должна быть вот эта вот деталь до этот узор я надеюсь что поместится хочу вам сказать конечно будут не такие отступы будет несколько впритык но надеюсь что влезет но я как-то мерила вроде должно было влезть поэтому надеюсь что влезет так мы с вами обсудили все мои вышитые работы все мои процессы и сейчас давайте поговорим с вами о том что же не исполнилось из задуманного и сколько же я на вышивала за это лето одна из любимых вещей коже мой летний калаш на большие работы выглядел вот так и как мы можем видеть я справилась практически и совсем юноне я поставила сердечко до 10 детский сад но мне нравится а я прилепила юноне сердечко потому что я вышила ту норму которую хотела птички от ины пешковой закончен а мысо я закончен вот этот процесс это воздушный парад от морички к сожалению даже не успела его начать но я думаю что он у меня перенесется на август сообщество калибре вышивалась но не вышилась калибре 2005 года вышилась этот процесс собственно вот он алмазная мозаика вы посмотрели и садовый сэмплер мы посмотрели что меня в этом радует да конечно плохо что далеко не все процессы вышиты но у меня радует то что практически все процессы начаты то есть грубо говоря кроме одного процесса все остальное начато все остальное продвигается в одной работе уже практически 50 процентов другой работе уже практически 40 процентов так что я считаю что большие планы я с с ними все хорошо я считаю маленькие процессы вот так выглядел мой калаш с маленькими процессами и что мы можем видеть сердечек здесь гораздо больше русалка вышита у колоти вышиты клубничная лошадка вышита три магнита выжим магнита три брелка вышиты ангелы все вышиты 7 штук вот этот процесс это санта от мил хилл к сожалению даже не успела к нему приступить две калибри начались этот процесс продвигался чехол вышит белоснежка вышита и за бортом истории осталась моя обложка от евгении колесникова и гортензия к сожалению у меня до нее не добрались руки то есть считайте из всех маленьких процессов у меня не добрались руки только до двух всего лишь до двух получается еще два в процессе вышивки находятся а все остальное я вышила вот так вот как я и говорила миниатюрам этим летом повезло гораздо больше чем большим процессом и давайте сейчас опять же минутка статистики расскажу что же я планировала и что у меня в итоге получилось за июль я вышила двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят два крестиком это средняя скорость 848 крестиков в день что в принципе было для меня нормально и весной но я сейчас открою весну у меня все записи с собой что вы думаете ну весной у меня было восемьсот семьдесят один тысячу два и восемьсот девяносто шесть но принципе восемьсот сорок восемь тоже приемлемо июль это было что-то с чем-то поэтому я вышла 18 тысяч триста девяносто крестиков это пятьсот девяносто три крестика в день то есть практически в два раза меньше чем предполагалось изначально так что мои планы в том что мои планы так подкосились в вините в этом июль за август я вышила 714 крестиков в день это двадцать две тысячи сто пятьдесят четыре крестика антирекордами их у меня были 8 и 30 июля где я не сговариваясь просто вышила по сорок восемь крестиков то есть вот просто 48 крестиков в день это было реально ради того чтобы просто хоть что-то вышить у меня кстати до сих пор сегодня 1 сентября у меня ни одного не вышивального дня каждый день я вышивала хоть что-то хоть сорок восемь крестиков но вышивала рекорд же был 21 июля это было 1600 крестиков за день всего за три месяца я вышила шестьдесят шесть тысяч шесть крестиков будем говорить шестьдесят шесть тысяч а план у меня был вот то что вы видите сейчас на своих экранах это был план на 83 тысячи крестиков соответственно из восьмидесяти трех тысяч я вышила шестьдесят шесть вот и вот чего мне не хватило план был абсолютно реальный потому что я исходила из моих предыдущих итогов из итогов лета где я на вышивала восемьдесят четыре из итогов весны извините где она вышивала восемьдесят четыре тысячи крестиков соответственно я думала я на вышивала восемьдесят четыре составлю-ка я план на восемьдесят три составил вышла шестьдесят шесть это конечно тоже очень неплохо но не совсем то что предполагалось и я знаю свое точное количество крестиков за восемь месяцев этого года у меня на данный момент двести одна тысяча шестьсот шестьдесят четыре крестика то есть я буквально на прошлой неделе перевалила через 200 тысяч крестиков я ничего не могу сказать по этому поводу потому что в прошлом году я еще свои крестики не считала я не знаю это много это мало это нормально или как это вообще я ни с чем не могу это сравнить смогу сравнивать только уже в следующем году конечно 300 тысяч крестиков было бы прикольно но мне кажется что это скорее всего нереально думаю да осталось всего четыре месяца но посмотрим посмотрим а вдруг я еще не составляла толком свои планы на осень сейчас пойду это делать сейчас пойду буду монтировать вам это видео а в этот момент обложусь своими маленькими большими работами буду делать вы точно такие же коллажи только уже осенние будет я думаю много миниатюрок а потому что я осознала одну такую вещь что у нас осенью заканчивается 1 декабря представляете какую вещь я осознала в своем то почтенном возрасте я хочу 1 декабря уже где-то начинать наряжать елку поэтому все елочные игрушки которые я запланировала на этот год должны быть у меня вышиты именно к 1 декабря то есть соответственно за осень все баннеры и какие-то венки какие-то еще декоративные прикладные вещи какие-нибудь статуэтки если они будут появляться что-то такое я это все буду откладывать на декабрь потому что мне сейчас нужно будет осенью заниматься елкой но также у меня будут продвигаться и большие процессы все большие процессы которые вы здесь видите которые не закончены они перейдут у меня на осень также у меня будет еще как минимум три больших старта осенью поэтому я думаю что вышивальная осень будет у нас интересная лето это тоже было классное несмотря на то что не все сложилось что я хотела меня радует опять же факт что все почти все работы у меня начаты и продвигаются что у меня не осталось каких-то особо стопок запечатанных наборов до которых не дошли руки в этом конечно неделя стартов мне очень помогла ну и в целом это лето было классное оно действительно было замечательно и я побывала в двух новых странах я два раза побывала на море я первый раз в жизни вывезла на море родителей да я никогда не было на море с родителями в жизни никогда я еще несколько лет назад безумно стеснялась этого факта мне даже мои самые близкие подруги и наверное не знали этого я сама-то на море не так давно поехала первый раз буквально несколько лет назад вот так складывалась моя жизнь и я очень рада что я путем траты огромного количества нервных клеток я не знаю как я заикаться не начала но я таки вывезла на море родителей они оказывали сильнейшее сопротивление этому событию но до первого захода в море вот когда зашли в море прям как знаете как как бабка отшептала все теперь они хотят ездить теперь они хотят путешествовать теперь они у них грандиозные планы на будущее поездки что меня безусловно радует но стоило мне это огромного количества усилий но это действительно были замечательные впечатления было много интересных встреч было много ярких событий событий неожиданных в том числе но кажется из всего что происходило я смогла выйти достойно и процессы мои тоже продвигались начинались заканчивались безумно меня радовали иногда расстраивали как в случае с конфеткой но давали бесценный жизненный опыт поэтому я очень рада что такое лето в моей жизни было и надеюсь что осень будет не менее яркой не менее положительные и запоминающийся напишите как прошло ваше лето и вышивальные и не очень вышивальные строили ли вы планы если строили как там не подкосили ли ваши какие-то поездки ваши планы или вам удавалось даже в них вышивать очень интересно будет почитать как у кого это все происходило а как это происходило у меня на протяжении предыдущего я думаю часа я вам рассказала спасибо всем огромное за внимание удачи вам и творческих успехов пока